МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня там подвели итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом Чувашия улучшила свои позиции. Из северной столицы по телефону моя коллега Елена Гальперина. Национальный рейтинг ежегодно составляет агентство стратегических инициатив. Главная его цель – выявить и распространить управленческие практики в действии региональных властей, которые приносят наилучшие результаты по развитию инвестиционного климата. Экспертами выступают представители бизнес-сообщества. Именно на их мнение опираются составители рейтинга. Учитывая эффективность и доступность институту в поддержке бизнеса, регуляторная среда, качественная инфраструктура и многое другое. Чувашия сохранила свое место в десятке лидеров. Более того, она поднялась с девятой позиции на шестую. На самом деле, находиться в этой десятке очень сложно, потому что регионы ищут лучшие практики, занимаются над устранением тех ошибок, которые есть в качестве управления, выстраивания отношений бизнеса и власти. Но мы, по крайней мере, хочу отметить и подчеркнуть, честно работаем, выстраиваем отношения справедливые, прозрачные с предпринимательским сообществом, потому что это же не оценка властных структур. Предприниматели оценивают органы власти. По их оценке, по их комплексной оценке, комфортно становится жить и работать. Вот это самые главные показатели. И еще новости с Петербургского экономического форума. Сегодня на его площадках было подписано трехстороннее соглашение между правительством Чувашии, агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и союзом WorldSkills Russia. Партнеры будут совместно внедрять региональные стандарты кадрового обеспечения промышленного роста. Сегодня же Михаил Игнатьев подписал соглашение о сотрудничестве с Кировской областью. 16 июня ушел из жизни депутат Государственного Совета Республики двух созывов, председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Игорь Кушев. Ему был всего 51 год. Когда уходят из жизни молодые, полные сил люди, ощущаешь несправедливой жизни. Игорь Анатольевич был известным в Республике человеком. Он внес весомый вклад в развитие предпринимательства в Чувашии. Успешно вел собственный бизнес. Последние годы активно занимался политикой, был заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», советником министра внутренних дел по Чувашии по вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества. Игорь Анатольевич – автор более 50 статей и публикаций по вопросам государственного строительства и права. Он награжден медалью ордена за заслуги перед Чувашской республикой. А еще он был очень хорошим человеком, внимательно относился к людям, вне зависимости от их статуса. Часто встречался с избирателями, помогал решать им насущные проблемы. Его дружбу цедили все, кого свела с ним судьба. Светлая память о нем сохранится в сердцах людей. Ровно три месяца остается до выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии. Партии по-разному готовятся к главному политическому событию года. Одни заняты реализацией наказов избирателей, другие – поиском новых уловок, чтобы заманить избирателя. Например, недавно региональное отделение партии «Справедливая Россия» объявило о том, что планирует объединить вокруг себя все оппозиционные силы и выступить на выборах единым блоком. Вместе с КПРФ, ЛДПР и, возможно, с другими партиями. Мы решили узнать, что же думают по этому поводу руководители региональных отделений партий. «Справедливая Россия» по сути дела предлагает, чтобы КПРФ или какие-то другие партии уступили место. Значит, получается, «Справедливая Россия» наберет больше голосов, депутатов «Справедливой России» станет больше, а КПРФ тогда не получит депутатских мест. Поэтому сам принцип организации выборов по партийным единым спискам предполагает, что каждая партия в любом населенном пункте с каждым избирателем работает плотно, чтобы набрать общее количество голосов по республике как можно больше. Хочу сказать таким образом. Товарищи или господа, как там, собственно, называть, они почему-то всегда кулуарно что-то договариваются, понимаете, как маленькие мальчики, так, и начинают что-то там бубнить. Аргументы наши же, они такие, потому что раз партийные списки есть, каждая партия должна брать как можно больше голосов. Мы не можем другим партиям дарить эти голоса. Поэтому я считаю, что это все такая пропагандистская утка, они хотят, собственно, свое величие сейчас подчеркнуть. Пытается электорат КПРФ переключить на «Справедливую Россию». Я думаю, этого не получится. Наши кандидаты сильнее. От «Справедливой России» такое предложение конкретно нам официально на каком-то фирменном бланке не поступало, но мы видели их открытое письмо, открытое заявление в средствах массовой информации. Естественно, сделали для себя определенные выводы. Эта идея объединения нескольких партий в такой, скажем, единый фронт оппозиции, она появляется каждый раз перед выборной кампанией. Но на самом деле назвать это новой какой-то идеей, идеей, которая может воплотиться в жизнь, в принципе, нельзя. Скорее, это некоторая такая идеализированная, очень утопическая фантазия. Потому что у нас выборы проводятся не только по одномандатным округам, но и по спискам, по партийным. И никогда и ни один член партии, а уж тем более кандидат, не должен нарушать как-то устав и другие документы партии и на каких-то определенных отдельных округах договариваться с оппонентами, получается, по своей партийной линии о какой-то игре в поддавки. И по всей Чувашской республике в каждом бюллетене обязательно будет кандидат от ЛДПР. Никаких поддавков, никаких договоренностей. В послании Госсовету на 2016 год глава Чуваши Михаил Игнатьев поручил создать единую информационную систему, включающую достоверные актуальные сведения о наличии и использовании сельскохозяйственных земель в каждом сельском поселении с использованием геосервиса. Беспилотные летательные аппараты, как нельзя кстати, подходят для выполнения этих задач. На летном поле деревни Михайловка Цивильского района представителями республиканских министерств и ведомств были продемонстрированы технические возможности таких аппаратов. Несколько минут и аппарат в воздухе, а на экране монитора отслеживается подробная видеоинформация о наблюдаемых наземных объектах. Учет сельхозугодий и животных, мониторинг охотничьих ресурсов и межевания, а также картографические работы. Это далеко не полный перечень возможностей летательных аппаратов. Эти аппараты предназначены для низковысотного дистанционного зондирования земли. Я убежден в том, что беспилотник будет специализированным инструментом в службах на сегодняшний день. Выгоднее, конечно, подходить централизованно. То есть создавать специализированные отделы для обеспечения какой-то республики, которая обеспечила бы поддержку беспилотного дистанционного зондирования для всех служб данной республики. Система довольно проста и не требует особой подготовки. Управление самолетом происходит с земли с помощью ноутбука, подключенного к навигационной системе. На борту беспилотника аккумулятор, цифровая видеокамера и навигационные устройства. В воздухе самолет может проводить до пяти часов без подзарядки. То есть почти весь световой день. Представлена технология беспилотных летательных аппаратов, которая, в общем-то, позволяет нам создать подобную систему и при этом уменьшить количество трудозатрат и повысить качество. Следующим шагом может стать подписание соглашения о сотрудничестве. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Аграрии Республики строят планы на богатый урожай. Чтобы сохранить все, что посажено, увеличить объемы, сельхозпредприятия применяют новые методы. На паях Яльчикского района моим коллегам показали эффективные виды удобрений и новейшие мелиоративные установки. Подробности в следующем материале. После бронования траву на этом поле убирать не будут. До следующего года она станет неплохим удобрением для почвы. Земля наполнится питательными веществами, обрабатывать ее реагентами уже не придется. Благодаря такому методу в хозяйстве не первый год получают большой урожай картофеля. Чтобы сохранить уже посаженный картофель, аграрии приобретают мелиоративные системы. Этот агрегат за раз орошает поле длиной 500 метров. Каждые сутки клубни получают необходимое количество влаги. По полю техника передвигается при помощи специального механизма. Под землей проложены у нас пластмассовые трубы, которые непосредственно уже больше не будут трогаться. Центр поля нашли, туда установили, залили бетоном. Центр урожительной этой системы. Там стоит у нас двигатель, насос подается с водоема. Сейчас в южных районах ставку на подобную технику делают большинство хозяйств. Мелиоративные системы аграрии начали закупать после засухи 2010 года. Без урожительной системы урожай можно получить максимум, наверное, 30 тонн. Максимум. Если с погодой повезет. Большие объемы картофеля, ясно дело, относительно Чувашской республики, у нас 750 гектаров с того времени сажаем. Не хотим увеличить, а хотим качественный продукт делать. А качественный продукт делается, когда и сами, и картофель питается в должностном уровне. То есть для него нужна и вода. В этом году картофелеводы района намерены получить не меньше 55 тонн картофеля с одного гектара. Амбициозные планы строят животноводы. В хозяйство победа в муниципалитете рекордсмен. С одной коровы здесь получают более 20 литров молока в сутки. Таких показателей в республике добиваются единицы. Залог высоких удоев – специальный рацион. В хозяйстве для буренок выращивают кукурузу. У нас уже 5 лет тому назад было за 7 литров, за 7 тысяч перевалило у нас. А в данный момент на условную голову, на дайвом сейчас летнее время, 24 литра на условную голову. Район поддерживает. И сами, кто старается, тому всегда, конечно, и район, и министерство всегда нас поддерживает. Все с субсидиями, со всеми. Реализовывать молоко на селе становится выгодно. В хозяйстве победы его закупают крупные заводы Чувашской республики, Татарстана и Ульяновской области. В этом году аграрии намерены увеличить дойное стадо. Медриковалев и Андрей Шоклев. Республика. В предстоящее воскресенье 19 июня православные отметят Троицу. Предваряют праздник Троицкая родительская суббота, в которую принято посещать храмы, а затем кладбище, чтобы помянуть ушедших родственников. В Чубаксарах в эти дни изменится движение транспорта. В выходные с 7 утра и до 7 вечера движение будет ограничено по улице Богдана Хмельницкого от перекрестка с улицы Юлиуса Фучика и Алатарскому шоссе до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища. Проехать туда можно будет только автобусом. На маршруты номер 14, 10, 3 и 249 выпустят дополнительные автобусы. Цена проезда в праздничные дни останется прежней – 16 рублей. В третье воскресенье июня в этом году, это 19 число, свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В преддверии праздника они уже по традиции меняют белые халаты, на вечерние платья, смокинги и отправляются на бал. Официально торжество назвали белым балом. Но сегодня один из немногих дней в году, когда медики могут позволить себе другие цвета в одежде. Но даже если вместо халата платье, вместо чемоданчика с инструментами клача на шее, колье, а не статоскоп, у них всегда с собой мысли о том, как сейчас там их отделение. Многих из них сегодня вызовут, в этот раз не к пациентам, а на сцену, получить награды. Перед нами, наверное, стоит очень большая задача – работать, трудиться во имя наших пациентов, чтобы жили они дольше, чтобы выздоравливали они чаще, чтобы уходили они из наших стационаров, из наших кабинетов добрыми, здоровыми и счастливыми, чтобы чаще появлялись надписи на асфальте «Спасибо за дочку, спасибо за сына». Задач перед нами очень много. Задач перед нами ставит каждый день наш пациент. И мы будем с вами бороться за их, за наши человеческие жизни. Впрочем, это бал, а значит, платья и смокинги медработники одели не для того, чтобы посидеть в зале. Далее по программе – бальные танцы. Они долго готовились, и это как раз тот случай, когда даже самый опытный врач волнуется. Мы танцуем сегодня танец «Пасадобль». Это очень страстный танец, и эмоции просто зашкаливают. Танец, на самом деле, это здоровье, это движение, движение, это жизнь. Новоиспеченные танцоры постоянно держат руку на пульсе во всех смыслах, так что проблем с ритмом не было. А вот движение и особенно поддержки дались не сразу. Мы занимаемся уже как бы в течение года. Брёзные случаи, конечно, бывают. Случаи, когда случайно где-то, возможно, наступишь на ногу партнёрши. Есть, были случаи, когда буквально в конце только её ловил. А так, в принципе, всё идёт по плану. Медицинским работникам нужно иметь настроение, чтобы можно было прийти к пациенту с этим хорошим настроением. А танец даёт это настроение. Специалисты психиатрии и наркологии говорят, работают в особой сфере, лечат души. Так что для них танец фактически профессиональная необходимость. Именно танцы позволяют сплотить командный дух в коллективе. Это позволяет снять синдром эмоционального выгорания и вообще дать новый толчок к личностному росту. Это хорошая альтернатива вредным привычкам. Как говорят, у болезней нет выходных. А значит, после танцев многие вернутся в свои отделения, к своим пациентам. Но уже с грациозной осанкой, улыбкой, хорошим настроением. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. В Московской области прошёл национальный этап чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Участники соревновались по 59 компетенциям. Студентка Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Ксения Кузьмина заняла третье место по направлению кондитерское дело. Что позволило ей занять столь высокую позицию, узнавали мои коллеги. В руках мастера любые продукты превращаются в произведения искусства. Ксения Кузьмина знает все тонкости приготовления десертов. Где-то нужно добавить немного больше ванили, где-то заменить ингредиент. Всего не в одной тарелке оказались блюда американской и итальянской кухни. Банакота состоит из сливок, сахара, мёда. Это всё доводится до кипения. И туда добавляется предварительно замоченный и растопленный желатин. К этому десерту присоединились брауни и малиновый мусс. Вкусное название будоражит аппетит. Приготовить сладости для Ксении не составляет труда. Она участница многих конкурсов профессионального мастерства разного уровня. В чемпионате WorldSkills соревнуются не первый год. В прошлом году ей не было равных на республиканском этапе в компетенции «Кодитерское дело». В этот раз она стала лучшей на региональном уровне и призёром на всероссийском. Все участники были сильные, подготовленные. Борьба за призы была очень напряжённая. Я научилась общаться с людьми. У меня появилась стрессоустойчивость, самостоятельность, ответственность. В финале её поддерживали друзья, близкие, преподаватели. Была своя опора и в строгом жюри. Ольга Герасимова представляла техникум в экспертном совете. Для подготовки к сене в техникуме были созданы все необходимые условия. Она имела возможность многократно отрабатывать множество разных рецептур. Работать современным сырьём, на современном оборудовании. Использовать современный инвентарь, который необходим для того, чтобы достойно выступить на чемпионате. Она проявила огромное трудолюбие, самоотверженность, старание, ответственность. Всё это помогло ей добиться такого высокого результата. Достижений у молодого мастера немало. Ксения Кузьмина – обладательница гранта и стипендиат главы Чуваши за особую творческую устремлённость. Любовь к профессии, желание освоить новые высоты в своём деле – вот что движет талантливым кондитером. Я многому научилась, но ещё очень многому мне предстоит научиться. Потому что постоянно меняются задания, постоянно включаются новые модули. С будущим местом работы Ксения уже определилась. Останется преподавать в родном техникуме. И вполне возможно, что в будущем в кулинарном деле появятся новые таланты. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. В кулинарном мастерстве соревновались и в Чувашии. После восьмилетнего перерыва в Республике вновь прошёл конкурс «Лучший пекарь». Пять килограммов теста и делай из него что хочешь. Как работают профессионалы в нашем следующем сюжете. Кухонный нож, кисть и маникюрные ножницы – всё это инструменты пекаря. Но только очень умелые руки с их помощью делают из теста настоящее произведение искусства. Семь хлебопекарных предприятий Республики отправили на конкурс «Лучших из лучших». Пять килограммов теста и четыре часа времени – вот и все условия данного конкурса. Всё из теста, всё делаем здесь сразу. Никаких домашних заготовок. Мастерицы вырезают из теста цветы и буквы, заплетают полоски в косы и жгуты. Но даже в конкурсной гонке они не забывают посмотреть, как работают коллеги. Конечно, каждый мечтает победить, но самое главное – набраться опыта. Секреты не скрывают. Один все узоры делает из пресного теста. Так они в процессе выпечки не расплываются. Другой клеит их после того, как карава испечётся. Я выбрала тему морского дна, потому что как лето, отпуск, хочется на море. И самые интересные, мне кажется, неизведанные морские глубины. В конкурсе приняли участие как молодые специалисты, так и пекари с большим опытом. Юлия Иванова, например, проработала в этой сфере 27 лет. Несмотря на то, что несколько лет на пенсии, на заслуженный отдых не спешит. Любимая работа никогда не надоедает, утверждает она. С ней соглашаются и молодые специалисты. Работать нужно с хорошим настроением, в первую очередь. И с любовью. Тогда всё получится. Ежедневно они пекут несколько тонн хлебобулочных изделий. Тут не до украшений. И только в конкурсе профессионального мастерства пекари могут проявить всё своё умение и фантазию. Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика. На базе оздоровительных лагерей Республики открылись профильные смены. Они дают возможность не только весело провести время, но и получить необходимые знания в одном конкретном направлении. С каждым годом их становится всё больше. Какие новые профили ждут школьников, узнаем в нашем следующем сюжете. В лагере «Берёзка» что в Маргаушском районе в этом году некоторые профильные смены проводятся впервые. Столичное управление образования сотрудничает со многими организациями и ведомствами. Так, например, «Наукоград» был организован при поддержке Чувашского госуниверситета. Ещё одно направление, пользующееся популярностью – спортивное. Я пытаюсь вырваться. Что я делаю? Делаю отвлекающий удар ногой в живот, в пах, либо по колену. Потом правую руку я кладу на его левую руку. Эту руку разворачиваю вокруг оси. Вот, получается. Вот, видите? Этот профиль выбрали около 60 человек. Причём среди мальчишек есть и девчонки. Мастер-класс по единоборствам проводит опытный инструктор. Задача ребят – запомнить как можно больше базовых приёмов. Возможно, они пригодятся в повседневной жизни. Единоборства, они должны больше входить в массы. Много всяких ситуаций, когда нужно проявить себя, проявить волю, проявить характер. И единоборство, как никогда, как никакие другие виды спорта помогают в этом. И первый шаг мы должны делать именно в таких мероприятиях, в лагерях, чтобы прививать направленность к спорту, любовь к спорту. Каждый день школьников ждут новые занятия. За 10 дней смены ребята узнают о многих интересных профессиях. Настя Крутункова приехала отдыхать в лагерь впервые. Рассказывает, что мечтает стать журналистом. И занятия здесь в этом помогут. Интересно задавать вопросы, делать газеты, интересно монтировать видео. Очень хочется попробовать. Журналист должен иметь большой запас словарных слов. Он, журналист, самый должен быть быстрый, чтобы гнать всех своих конкурентов. Английские каникулы выбрали больше 100 ребят. Занятия проводят педагоги одной из чебоксарских гимназий. Эта смена уже проходила в «Березке весной». Довольно остались и дети, и взрослые. Один из плюсов – ребята могут пообщаться с иностранцами. Братья Морозовы изучают английский уже много лет и не упустили возможность улучшить свои навыки. Очень полезно разговаривать, потому что замечаешь некоторые разговорные слова, некоторые выражения, которые очень заменяют многие другие. Очень полезно тоже в будущем может быть. Здесь преподают очень интересным образом. Ты не напрягаешься здесь, ты больше расслабляешься. Тут нет никакой другой лишней информации. Мы от ДХМ и только изучаем английский язык. Нет других уроков, и именно это позволяет как-то легче получать, запоминать новое. Профильные смены проводятся во многих угерях. Арт-тревел, кадеты, экосмена – лишь часть из них. Так что у школьников выбор велик. Как отмечают в столичной администрации, работа в этом направлении продолжится. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В канун празднования Всероссийского Олимпийского дня воспитанники детских садов Чубаксар провели свои малые летние Олимпийские игры. Принимающей стороной стал детский сад номер 184 «Калейдоскоп». На его спортивной площадке юные участники разыграли награды в пяти дисциплинах. Какая команда стала самой сильной, быстрой и ловкой – смотрите далее. Немного фантазии, смекалки, труда. И перед нами торжественная церемония открытия Олимпийских игр. Организаторы постарались воплотить основные традиционные ритуалы этих стартов. На малых летних Олимпийских играх – все как у взрослых. Торжественная речь, поднятие флага и Олимпийская клятва. Будем участвовать в этих играх. У вас же особенные правила, по которым они проводятся. Высти на спортивном духе. Вы это в честь своих команд. 2016 год является Олимпийским. Именно этот факт послужил зарождению в Чувашии нового спортивного проекта, который должен привлечь детей к здоровому и спортивному образу жизни. В городе зарождаются добрые традиции. В этом году мы третий раз провели парад дошколят. И вот новая вот такая идея и воплощение этой идеи. Проводим малые Олимпийские игры дошкольников, посвященные Олимпийским играм в Рио и поддержкам наших олимпийцев. Несмотря на то, что соревнования детские, настроены юные участники и их болельщики очень серьезно. Борьбу за главный трофей вели команды восьми столичных детских садов. Им предстояло сразиться в беге на 30 метров, теннисе, прыжках в длину, эстафете и футболе. Но главное на Малых Олимпийских играх далеко не победа, а желание юных участников заняться спортом. Можно защититься от борьбы, от преступников, когда будут нападать. И когда вырастет, кто-то может на твою девушку нападать, а ты не сможешь. А этот спорт тебе поможет во всем. И еще я всегда мечтала стать тренером. Я буду всех детей, которые беспомощны, я буду их всегда тренировать. Когда запишутся они, тогда я буду тренировать. Одной из самых зрелищных дисциплин Малой Олимпиады стал футбол. Все команды детсадов с помощью жеребьевки были разделены на две команды. Причем, как оказалось, равные по силе. Итоговый счет 1-1. К дошколятам в гости пришли участники и призеры Олимпийских игр разных годов. Почетные гости были приятно удивлены атмосферой, царившей на спортивной площадке. На самом деле, Даша, надежда, надежда Чувашии, надежда России, это вот именно в таких детях, которые сегодня приобщаются к физкультуре и спорту. Может быть, не все будут там чемпионами, самое главное, они будут здоровыми людьми, людьми, которые, значит, будут гордиться нашей Чувашии и нашей России. Безусловно, победила дружба, которая в этот день объединила и сплотила детей, их воспитателей и родителей. Каждая команда получила медали, дипломы и памятные подарки. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Хотите узнать еще больше новостей из жизни районов Республики? Смотрите новую программу «Республика в деталях». «Республика в деталях» – это совместный проект национального телевидения Чувашии и трех районных творческих студий. Это канадская, аллатрическая, шумерлинская студия. Они делали, готовили для нас специальные репортажи, иногда весьма интересные, актуальные сюжеты нам поставляли. А теперь мы вышли на новый уровень. Теперь мы готовим совместно полноценные информационные выпуски. Как правило, это итоги недели, итоги недели данных городов и районов. Появление проекта связано с необходимостью расширения в эфире местного контента. В прошлом году телеканалу удалось существенно расширить зрительскую аудиторию. Теперь национальное телевидение смотрит около миллиона человек со всех уголков Чувашии. Но местных новостей всегда хочется побольше. Конечно, нашему зрителю, зрителю республиканского канала, интересно было бы знать, с чем живет, дышит там люди в других городах и районах. Это нормальная такая вещь в работе региональной телестудии, когда есть некая сеть местных, городских и районных телестудий. Мы заинтересованы, чтобы они развивались, мы готовы их поддерживать. Одним из первых откликнулась на предложение о сотрудничестве журналиста «Аллатрской студии телевидения». По просьбе горожан в «Аллатре» стал транслироваться телеканал «Национальное телевидение». И мы рады рассказать всей республике о последних событиях «Аллатре». А с шумерлинской телестудией «Новая реальность» мы сотрудничаем давно и плодотворно. Телеканал «Новая реальность» рад присоединиться к совместному проекту «Республика в деталях». И мы надеемся, что наши новости теперь увидят не только шумерлинцы, но и жители всей республики. А мы считаем, что нам есть что показать и что рассказать. Первый выпуск «Республики в деталях» получился очень ярким и событийным. Интересные факты, острые комментарии и главные герои недели. Смотрите «Республику в деталях» по будням в 21 час. Дарина Игнатьева, Россия Мухаммедов, «Республика в деталях». На этом у меня все. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин